Добрый день дорогие друзья! С вами Никита и сегодня у нас на обзоре коляска от премиального бренда Jules из Нидерландов. Модель называется HUB. Будем мы с вами рассматривать в формате 2 в 1. Что хочется отметить про данную коляску? Данная коляска выполнена в формате таком легком городском. То есть она достаточно компактно будет складываться, обладает легким весом. То есть вес люльки у нас с вами будет 12,4 кг, вес прогулки 11,5 кг. При этом коляска достаточно компактная не только в своих габаритах весе, она еще и достаточно узкая. То есть вы с ней без проблем пройдете в любой узкий лифт. Это касательно центра города, где лифты не широкие, вообще без проблем. Сама коляска рассчитана до 22 кг веса ребенка. То есть запас тоже достаточно большой. Это где-то 5-6 лет. Обычно, конечно, колясками раньше заканчивают пользоваться. По люльке стоит отметить, что люлька у нас при своих внешних небольших габаритах очень достаточно комфортная и вместительная внутри. В длину она 77 см будет, ширину 33 см. То есть даже если у вас крупный малыш, вы без проблем до полугода с ней проездите. Также в люльке у нас с вами есть комфортный отсек для проветривания. Он достаточно большой, для лета очень комфортно будет. Если малыш начинает переворачиваться на животик, вы можете открыть дополнительную секцию вот здесь. И у него будет обзор. Он может смотреть, что происходит вокруг. Ну и также это дополнительная вентиляция летом. По капору стоит отметить, что есть дополнительный козырек для того, чтобы меньше солнца внутри попадало. И плюс там от осадков каких-то защищало. На самой накидочке тоже есть дополнительный бортик. По матрасику, что хочется отметить. Матрасик в принципе стандартный для такого класса колясок. Но верхний слой выполнен из перфорации. Дополнительную вентиляцию обеспечивают. И детям летом будет гораздо комфортнее. А плюс дно коляски выполнено из дерева. То есть, ну, очень часто рассматривают варианты с деревянным дном. И это как раз таки тот вариант. Накидка очень комфортно будет откидываться. У вас замочки есть слева и справа. Молния достаточно крупная, поэтому ничего не заедает. Очень легко все открывается. И так как открывается с двух сторон, можете просто откинуть. Не надо никуда там снимать ее полностью. Убирать просто откинули. Откинули бампер. Сейчас, секунду. Откинули бампер. Все, ребенка без проблем достали. Положили, как удобно. В целом, люлька для такого класса колясок очень комфортно выполнена. Бампер, кстати, у нас с вами будет переставляться на прогулочный блок. Давайте как раз к прогулочному блоку и перейдем. Прогулка у данной коляски реверсивная. То есть вы сможете поставить ее лицом как себе, так и лицом к миру, чтобы малыш наблюдал, что происходит вокруг. У прогулки углы наклона вертикальные порядка 110-115 градусов. То есть достаточно комфортный угол, а вал небольшой получается. При этом сам прогулочный блок раскладывается до 170 градусов. Что тоже довольно комфортное положение для снабыли. Стоит отметить, что достаточно комфортный капор. По глубине он хорошо закрываться будет. То есть вот фактически по бамперу закрывается. У капора, естественно, есть секция для проветривания. Вот она сеточка. Сетка во всю секцию идет. Очень удобно выполнена. При необходимости вы можете всю эту историю закрыть на молнию. У нас она с вами сейчас открыта. Бампер откидывается калиткой для удобства посадки. Что касается внутренних ремней. У внутренних ремней очень комфортные накладки идут внутри. Они достаточно большие и мягкие. И хорошую фиксацию обеспечивают. И малышу с ними будет комфортно. Плюс сами по себе ремни очень легко регулируются. То есть при необходимости вы можете быстро подрегулировать. Нет такого, что вы там полчаса будете с ними возиться. И еще такой один большой плюс. Вы можете фиксировать нижнюю часть ремней без участия верхних. То есть это хорошо, когда малыш у вас уже подрос. Ему не нравится плотная фиксация. Но тем не менее вы можете его зафиксировать, чтобы вы не беспокоились. Что с ним все в порядке. Будет, что он сидит никуда у вас. Не убежит из коляски. Подножка. Подножка опускается через кнопочки. Наверх поднимается достаточно легко. Ничего нажимать не нужно. Раз, два. Все. Подняли. Все очень комфортно. Давайте повнимательнее рассмотрим шасси коляски. Ручка. Что касается ручки. Ручка телескопическая. И выдвигается вот у нас с вами таким вот образом. Регулируется по высоте. Даже для высоких пап подойдет без проблем. Пап, мам, если у вас высокий рост, не переживайте. С коляской вам будет комфортно. Длина ручки позволяет с ней комфортно гулять и не задевать вот, соответственно, вот заднюю ось. Никоим образом. Также коляска достаточно легко складывается. Для складывания нужно сделать следующее. Чуть опускаете прогулочный блок. Поднимаете подножку полностью. И вот здесь на ручке у вас есть кнопочки. Кнопочки складывания. Нажимаете. Опускаете вниз. Перехватываете за ручку вот здесь. Все. Коляска сложена. Для переноски есть очень удобный ремешочек. Соответственно, вот он ремень. Закинул на плечо. Все, руки свободные. Хоть берите ее в путешествие. Очень комфортный для этого вариант будет. Ну и раскладывается так же просто. Берете за ручку. Раз, два, три. Коляска готова к эксплуатации. По амортизации. Для такого класса колясок достаточно мягкая амортизация будет. Вот она. Раз, два, три. Очень хорошая амортизация. Касательно тормоза. Тормоз здесь достаточно стандартный. Ножной тормоз. Ногой нажимаете, ставится. Поднимаете носочком. Тормоз разблокирован. Касательно багажника стоит отметить, что так как багажник выполнен из сетки, он не очень хорошо подходит для осени, весны, когда у нас с вами грязь, слякать в силу того, что здесь сетка, что-то лежащее внутри может пачкаться, поэтому про это помните. Особо ничего такого пачкающегося. Ну или хотите, если не хотите что-то испачкать, внутренний кладите. Также коляска оснащена подсветкой. Подсветка, ну не самая может быть сильная такая, она прям далеко светить не будет, но очень большой плюс в том, что она вас будет выделять в темное время суток. Когда, например, неосвещенный перекресток, переходите там дорогу где-то по пешеходному переходу, у вас будет заметно сразу. Подсветка есть сзади вот здесь на багажнике, и, соответственно, спереди вот здесь вот тоже подсветочка имеется. Также стоит отметить, что у багажника есть очень удобная функция. Когда у вас разложена спинка, для легкого доступа вот эта часть будет отгибаться. Сейчас спинку подниму, покажу поближе. Вот, соответственно, вот эту часть можно опустить. И при разложенной спинке вы легко можете достать то, что у вас внутри находится. Что касается передних колес. Передние колеса, конечно, небольшие. Даже для такого класса колясок они имеют небольшой диаметр. То есть, ну не ждите от этой коляски большой проходимости. Это не вездеход. Но колеса очень удобно передней блокируются. То есть, тем не менее, вы их можете заблокировать, чтобы иметь комфортную проходимость. Делается это следующим образом. Ногой нажимаете раз, два. И вперед чуть коляску провозите. Вот у вас колеса передние заблокировались. Также легко снимается. Раз, два. Все, и у вас опять маневренная коляска. В заключении, что хотелось бы отметить. Вариант достаточно интересный. Если рассматриваете для себя что-то легкое, городское, компактное, с перспективой не покупать в дальнейшем еще один вариант прогулочной коляски, рекомендую вам к этому варианту присмотреться. Если коляска вам понравилась, ссылка на коляску будет в описании под роликом. Вам я желаю приятных покупок. Всего доброго. С наступающими праздниками. До скорых встреч. Пока-пока.